У нас идут семинары про историю солидарности. Нам очень интересно изучить историю сообществ города Екатеринбурга, потому что сейчас очень много говорят про сообщество современное, как люди сейчас, горожане меняют город, как они на него влияют. Но хочется сказать, что это не вчера придумали, и что у Екатеринбурга всегда были активные горожане, которые что-то здесь такое совершали. И для этого мы как раз задумали вот этот вот семинар по истории солидарности. У нас идут такие встречи, они уже идут месяц, наверное, да. И мы приглашаем лекторов и просим их рассказать про какие-то сообщества, которые в Екатеринбурге работали, которые как-то на него влияли. В результате мы надеемся получить такой вот общий обзор разных сообществ города, чтобы они были где-то собраны в одном месте. Понятно, что это не какое-то прямо фундаментальное исследование, но кажется, что у нас есть свод памятников, есть свод современных сообществ, есть еще какие-то списки, которые обычно все любят. Вот такого списка сообществ горожан в истории Екатеринбурга нам бы хотелось его создать. Мы, наверное, еще хотим сказать, что все это происходит в рамках публичной программы фестиваля ЧО. Этот фестиваль длится, и он будет продолжаться в следующем году. И мы решили в предновогодней совете взять небольшую паузу, и в декабре это будет последняя встреча, и дальше мы возобновим нашу встречу уже в январе. И по результатам этих встреч мы сделаем материал, во-первых, письменный, а во-вторых, весной мы надеемся открыть выставку, где продемонстрировать все эти сообщества. Это такое вступительное слово. Сейчас я бы хотела передать слово спикерам. Сегодня у нас их два. И сначала я бы хотела пригласить Татьяну Насанову. Она нам расскажет про практики гражданского активизма в дореволюционном Екатеринбурге. Я вас попрошу сюда пройти. Это я вам дам. Здесь у нас есть кликер. Презентация, которую мы будем смотреть, будет в какой-то мере такой неожиданностью для меня. Но на самом деле я ничего делала. Но я к тому, что порядок слайдов поможет просто помнить переходы от одной истории к другой. И на самом деле первоначально планировалось, что будет еще один спикер, который расскажет о практиках благотворительности и благотворительно-добровольческих и прочих обществ в Екатеринбурге. Эта тема очень активна. Но я думаю, что может быть эта тема как раз будет отдельной лекцией в будущем. А сегодня я немного коснусь того контекста, в котором появилось Уральское общество любителей естествознания. Скажу, что это такое, почему это было для Екатеринбурга важно. И в какой-то мере мы попробуем тоже понять, как это выглядела система функционирования этих обществ, которые являются каким-то ответом на вызовы города. Ну и начнем мы с прекрасных годов 60-х 19-го столетия, то есть 150-160 лет назад, поскольку именно в тот момент Екатеринбург стремительно менялся. В чем это выражалось? Дело все в том, что до реформы, которая отменила крепостное право, город был полностью ориентирован на горно-промышленный такой курс. Главный человек – это начальник уральских горных заводов, главные люди – горные инженеры, и уже вторая часть города – это купцы. И, в общем-то, так отражался характер города, который расположен был на главной дороге, соединяющей Сибирь и Европу. Купцы за это отвечали, за доходы с этой части. И то, что город находится в горах Урала, и вокруг него заводы, и здесь главная власть. Ну и, соответственно, состав города был таков. Сейчас я попробую наладиться с переключением слайдов. Куда мне сюда тыкать? Извините, все включаю, но я не знаю, правильно ли. Может быть, он... Да, вот, теперь он будет работать. Отлично. И чтобы мы с вами оказались в контексте тех событий, я покажу уже чуть-чуть более позднюю фотографию, потому что это город, скорее, 90-х годов, или, может быть, даже начало 20-го столетия. Таких фотографий довольно много в интернете, но для того, чтобы нам перенестись из нашего 21-го века в век 19-й, она необходима. И здесь хотелось бы сказать, что, конечно, нам, мы очень романтизируем Екатеринбург того времени. То есть активные горожане, жизнь просто кипит и так далее. И так, и не так одновременно это было. Потому что, если мы посмотрим, кто жил тогда в Екатеринбурге, огромное количество – это крестьяне, это неграмотные рабочие, и лишь очень небольшая прослойка, которая этот город меняла, которая вошла в историю, она принадлежала как раз к уже образованному классу. Но когда здесь были только заводы, фактически большая часть производств была вынесена за пределы Екатеринбурга, это были частные казенные заводы, большого количества людей, которые бы занимались бизнесом, или, допустим, интеллигенцией, в привычном нам понимании этого слова, врачей, учителей, судей и прочего, этого в городе ничего, в общем-то, и не требовалось. Поэтому стремительный такой взлет случился уже после 1861 года. Хотя первые 10 лет были очень тяжелыми для Екатеринбурга, фактически их можно сравнить с 90-ми годами 20-го столетия, когда, в общем-то, люди, почва под ногами куда-то исчезала, и было непонятно, вроде как трудно было уже держаться тех порядков. Но вот именно такое обновление привело к тому, что в Екатеринбург попало довольно много молодых активных людей. Это примерно так же, вот наш город, он переживает такие волны. То же самое произошло в 20-е годы, когда сюда фактически случился десант, который занимался возведением памятников, конструктивизма и так далее. И дальше, ну вот мы еще несколько фотографий города можем увидеть. Город состоял из таких, ну фактически кварталов отдельно, жили купцы в основном, так сказать, базируясь в районе улицы Декабристов, поскольку, ну это вот как раз она, о Декабристов говорю, извините, Чапаева архиерейская бывшая, ну и были тоже такие анклавы купеческих резиденций в других местах города. А вот интеллигенция, она фактически, не имея возможности, может быть, какие-то богатые квартиры нанимать, тем не менее, тянулась к центру, поскольку, ну еще и транспортная проблема, и все, что связано с их сферой деятельности, оно было как раз расположено, естественно, в самом центре. То есть вот этот, на самом деле, и у меня, конечно, идет небольшая такая импровизация, но суть, потому что я смотрю, думаю, когда же мы почувствуем взаимное притяжение. Так вот, я хочу сказать, что 70-е годы были решающими 19 века, решающими для Екатеринбурга, потому что, во-первых, появилась в экономике новая струя, и этой струей была возможность соединения Урала и Сибири, и впоследствии это вылилось в то, что строится железная дорога. Мы сейчас, к сожалению, даже не можем себе представить проведение железной дороги, это было сродни изобретению интернета. И нам дико повезло, что Екатеринбург оказался именно на этой линии. Но дорогу строили не за один день, и поэтому случилось еще перед тем, как строилась железная дорога, великая битва купцов, которые были новой движущей силой, и горнопромышленников, которые были за ту старую, старый горнозаводской Урал, на тот момент победили горнопромышленники. Поэтому, в принципе, дорога была очень извилисто построена. Но, тем не менее, к 1878 году она пришла в Екатеринбург, а следующий шаг — это был главный шаг в истории нашего региона, когда она связала Екатеринбург и Пирмь. И вот так мы можем увидеть, как выглядели люди того времени. Но как раз я вам хотела сказать, когда говорила о том, что интеллигенции было довольно немного, а вот что касается людей, нуждающихся, их было очень много. И поэтому тема создания общества, она шла в двух направлениях. Первое — это взаимные финансовые помощи или благотворительные помощи и создание самых разных благотворительных помощей. Очень активно, например, было общество попечения о тюрьмах, было много помощи нищим самым разным категориям. Это благотворительность. Была уже позднее финансовая такая взаимосвязь, как судосберегательное дело, когда люди получали экономическую помощь, именно объединяясь друг с другом. Это взаимовспомоществование общества. И параллельно, кроме того, что здесь как раз я, хотя это не екатеринбургские фотографии, здесь как раз я хотела показать этот контраст, вот это благородное и большая часть города, та, которая нуждалась. Нуждались во многом. И вот как раз появилась такая тема, что появляются екатеринбургские благотворительные общества. Ну, я говорю, что это одновременно стартовало и сразу шло в нескольких направлениях. Одно из них — это была потребность в общении. Первое, что появляется в Екатеринбурге, в Перми, в других местах, это были так называемые благородные собрания. То есть дворян всегда было очень немного. Им хотелось как-то почувствовать, что они не растворяются в этом сером приютном городе. Кем-то образом подчеркнуть свой статус образовались дворянские собрания, благородные собрания. Затем появилась потребность общения горожан, появились общественные собрания. Но это скорее уже сфера досуга. Но и умение соединиться для выполнения каких-то целей. Но и одновременно появлялись благотворительные общества. Здесь мы можем прочитать, сколько этого всего было к концу XIX века. Екатеринбургский комитет по разбору и презрению нищих, Екатеринбургское благотворительное общество, общество в помощиствовании недостаточным ученикам Екатеринбургского Алексеевского учения, училища, ну и так далее. Долго не буду перечислять, потому что чуть дальше будет еще общая схема, сколько и чего было. Вот это то, что я говорила, организации взаимопомощи. То есть благотворительная, когда от людей, которые получали помощь, не требовалось ничего, кроме того, чтобы эту помощь принимать. А вот это, конечно, гораздо более нас, наверное, могло бы заинтересовать, потому что это уже пример того, взаимной коммуникации, взаимной помощи. И вот эти общества как раз появляются в 70-е годы. Судосберегательные, кассы самые разные. И вот здесь вот мы можем их увидеть. Причем это появляется, конечно, не только в Екатеринбурге, в других местах. Так, я успела на что-то не то нажать. Или на то. Сейчас. Дальше у нас идет следующий большой раздел, который я так озаглавила, чтобы вы знали, какие вообще у нас организации в то время. Они как грибы росли, но какие конкретно были. Мы, конечно же, как каждое провинциальное общество, к нам приходил опыт из столиц. И очень много было филиалов столичных обществ. Ну и здесь мы видим Екатеринбургское отделение Петроградского общества содействия развитию ремесленных знаний, например, среди евреев. Такую экзотику включила первым. Но, тем не менее, мы можем увидеть Уральское отделение Русского технического общества, отделение помощи покровительства животным, было общество охоты, борьбы с чекоткой и так далее. Тут уже тематические истории. Ну и здесь мы можем увидеть, что в конце 19 века в Екатеринбурге было 53 общественных организаций. Вот это красивый зонтик. Это как раз я сделала такую схему. Не люблю, конечно, эти схемы. Мне всегда кажется, что они какие-то немножко большевые. Но, тем не менее, здесь можно увидеть, что прежде всего взаимопомощь и благотворительность составляли половину. Остальное их как бы только рассвечивали. То есть все остальные вещи. Мы ещё мало говорили про культуру, но я имею в виду, что у Али было, о котором пойдёт речь, научное и одновременно просветительное общество. Культура – это у нас музыкальный кружок, тоже возможность, так сказать, какую-то коммуникацию представить. Ну и вот здесь вот тоже такая статистика есть. Сколько в процентов, сколько в количестве. Клубы, вот я уже упоминала о Екатеринбургском благородном собрании, общественное собрание и так далее. Вот у нас тоже идут самые разные. А теперь мы переходим к самому такому милой истории, то есть как появилось уральское общество любителей естествознаний. На самом деле, это общество было не первым из тех общественных инициатив, которые возникали в Екатеринбурге в конце 60-х годов. Но, как написано в книге об истории общества, перечисляя инициативы, там, вольное какое-то пожарное общество, вольное экономическое общество, очень часто выглядело дело следующим образом. Люди говорили, а не устроит ли нам, как в соседней, там, Перми, Казани, Петербурге, какое-то общество? И откликались, конечно же, устроить. А давайте мы сбросимся. А давайте. После этого следовало два-три совместных заседания с пирушкой, с прекрасными какими-то намерениями. И через несколько месяцев, в лучшем случае, через полтора года общество распадалось, потому что не было человека, на которого можно было нанизать, как вот пирамидка есть детская, какой-то есть центр, а потом уже кольца мы нанизываем. Так и в каждом обществе есть какой-то активист. Ну, такая уж правда, нам бы хотелось, чтобы что-то жило вечно. Но чаще всего дело какое-то связано с конкретной личностью. Может быть, это еще она успеет кому-то, кого-то зажечь. Но, к сожалению, даже в судьбах уже немножко про экономику, миллиардеров наших, олигархов, можно посмотреть, что только три первых поколения внятно действуют. Дальше уже идет распыление и уже действия совсем другого рода. И вот здесь мы видим с вами двух героев Уоле. К сожалению, когда они были молодыми и, ну, в общем-то, как раз создавали все это, то есть их можно было бы сравнить с тем же Моисеем Рейшером или каким-нибудь, кто там еще у нас, Банников, который фактически строит этот район. И тогда им было по 30, по 25 лет. Этим людям тоже, когда они были героями, было примерно столько же. Ну, например, Клер приехал в Екатеринбург, когда ему было 24 года. В 26 он уже был как раз человеком, который всех объединил, и они организовали Уральское общество любителей естествознания. Александр Миславский, он был чуть постарше, и на его опыт уже опирались. Так вот, что это было такое? К 70-му году в Екатеринбурге уже открыли первое учебное заведение классическое образца, то есть после которого можно было сразу получить высшее гуманитарное образование. Это была мужская гимназия, потому что как ЕГЭ, ты не сдашь, не поступишь в ВУЗ, то же самое нужно было пройти вот через систему этих учебных ступеней. И в нашем городе вначале было только горное училище, в 1861 году появляется гимназия, значит, появляется штаб преподавателей, значит, уже начинается какая-то интеллектуальная мысль кипей. В среде этих преподавателей были люди энциклопедически образованные, например, Наркиз Чупин, там, говорил на 18, по-моему, языках, писал труды, и он первым придумал, что Урал нужно соединить, написав о нем, и написал географические словари о каждой местности, ну, правда, не довел его до конца, там, чуть больше половины этих местностей описал, но, тем не менее, огромную работу проделал. И вот такие вот звездочки, они горели в разных местах, все чувствовали недостаток общения, но непонятно было с чего начинать. Тут приезжает в Екатеринбург молодой учитель французского языка из Швейцарии, поступает в мужскую гимназию, на тот момент он даже еще очень слабо владел русским языком, и, тем не менее, приезжает он сюда потому, что он увлечен ботаникой, увлечен был еще у себя на родине, в Швейцарии, потом, когда переехал в Ярославль, ну, поскольку в Швейцарии в тот момент не было работы, и было нужно искать ее в России далекой. И, во всяком случае, в Ярославле он узнает об очень интересных растениях, которые растут на склоне, на восточном склоне Урала, и как только появляется возможность, он сюда приезжает учить французскому языку, потому что это его ремесло, но и в то же время объединять свои знания. И тут к нему приходит такой разгоряченный студент Оленицына, говорит, слушайте, уже везде общества образовывают научные, а у нас ничего, надо срочно образовать, давайте. И просто так тоже это не получается, это же нужно все согласовать, там дойти до Министерства просвещения, даже если ты существуешь на свои деньги, но чтобы официально в Царской России существовать, нужно было иметь на это дозволение. Вот пока он тут собирается людей, а почему здесь появляется Миславский? Миславский к этому времени одна из главных величин. у нас в городе довольно немного авторитетов, за которыми люди пошли, но вот в городе прошлого Миславский был однозначным авторитетом для всех слоев, и для купцов, и для горных инженеров, и для тех, кто имел какое-то там образование, он был врачом, практикующим, врачом-новатором, одним из первых сделал многие операции, например, по удалению зуба, по удалению катаракты, и вот заручиться поддержкой таких вот лидеров мнений и удалось к Леру, кроме того, он обратился сразу к научным, у меня улетело, к научным решинам, и тут случилось непредвиденное. Дело все в том, что соседняя Казань тоже создавала общество, и они почувствовали себя уязвленными, что вот сейчас научные силы оттянутся от Казани в Екатеринбург, а давайте сделаем так, чтобы в Екатеринбурге никакого общества не было. И давай пошли протестные письма. Всех стали, ну то есть так забавно сейчас смотреть, 150 лет назад буря в стакане воды, как нам показалось, а тогда людям стоило огромного количества нервов. тот же Чупин, которого я упоминала, там он хотел посидеть сразу на двух стульях. Он вроде как бы дал согласие уже войти в это общество, но потом сказал, ну, знаете, я, пожалуй, воздержусь, потому что его пригласили в Казань, и он не знал, если он тут вступит в общество, там он будет неприятен тем казанцам. И вот, несмотря на то, что его потом постоянно называли основателем УАЛИ, он воздерживался еще два года, пока они формировали этот костяк. Ну, и в конечном итоге они этот костяк сформировали. Было, по-моему, то ли 49, то ли 50 там с чем-то человек, которые сказали, да, да, мы хотим, мы будем заниматься согласно уставу изучать Урал. И прежде всего, конечно, так получилось, что к 70-му году здесь не было еще даже газеты, здесь ни одна не издавалась, потому что, по-моему, Екатеринбургская неделя чуть позже начала издаваться. Здесь не было библиотеки, то есть, ну, фактически очень тяжелый такая, тяжелый старт с нуля, но и с другой стороны амбициозный. И вот они договариваются обо всем, начинают с того, что собираются в зале мужской гимназии. Я им никак не могу этого просить, потому что они собрались 29 декабря по новому стилю до 10 января. И все время эти даты приглашения на всякие праздники музея приходят тогда, когда люди все спокойно радуются уже наступающим праздникам. Ну, и у меня поэтому сформировалась такая мысль. Я думаю, они, наверное, просто очень радостно отмечали Рождество, а потом решили пойти и продолжить и основать УАЛЕ. Ну, на самом деле не совсем так, конечно, все это было. Тем не менее, сейчас я опять же говорю, что нам кажется, что Екатеринбург, он всегда был такой активный, амбициозный. Но когда читаешь описание того, как выглядело это первое заседание, это был такой между собойчик, там пришли в обед, батюшка зашел, послужил молебен, и, в общем-то, разошлись. 12 человек было, один змею подарил, змея вообще почему-то какое-то такое было сразу в этом обществе, любимый, видимо, экспонат, потому что постоянно потом пора, о, в Екатеринбурге отличная коллекция змей, не знаю, как-то так вот у них случилась змея, книжка, и, в общем, короче говоря, с этого малого старта в 1870 году они начинают. Ну и дальше, дальше, Клер, как раз тут вот еще мы про это здание поговорим, сейчас я вспомню, что там дальше у нас. Ага, это уже у нас горожане наши уважаемые идут. Так вот, кроме того, что они основали общество, надо дальше как-то развиваться, и здесь изучение общества, истории у Али, оно показывает, как из нуля сделать общество, о котором все будут вспоминать еще очень и очень долго. Конечно, у них не было каких-то маркетинговых стратегий, у них было просто живое желание служить Уралу, и, конечно, вот этим стержнем был Анисин Клер, потому что всю свою жизнь, дальше, следующие 50 лет, он посвятит тому, что будет вести переписку общества, придумывать новые идеи, всегда быть где-то немножечко в тени. там были постоянно какие-то у них тоже выяснения отношений, какие-то конфликты, о которых историки предпочитают умалчивать, но когда так читаешь внимательно, понимаешь, что все как у нас, то есть все вроде заодно, но все постоянно друг к другу доказывают, что они более заодно, чем другой и так далее. И вот такая вот эта история, она идет еще и с тех времен. Вот Клер придумывает несколько очень интересных ходов. Первое, он сразу же предлагает издавать записки Уральского общества любителей естествознания, организация, которой никто не знает, на русском и французском языках. Казалось бы, кому интересно, ну допустим, я не знаю, там какой-нибудь Галюткин начнет издавать сейчас журнал, но мы живем сейчас в такую эпоху, когда не существует в принципе границ, хотя мы до сих пор в это не верим, потому что, ну это ладно, это можно ускакать в том коньке далеко, но суть в том, что этот прием сработал. Он сразу же высылает в разные научные организации мира этот сборник и предлагает обмениваться трудами и организовывает библиотеку. То есть, таким образом, как сейчас бы мы сказали в Бигданные и так далее, в общем, он начинает собирать вот этот макрокомпьютер, который собирает информацию со всего мира. Причем, они абсолютно, вот когда-то, когда организовывали Бигеннале, еще первые, говорили о том, что, ну, наша главная проблема, что мы все время варимся вот в этом своем соку и не видим того, что давно уже границ никаких нет. Вот у Клера это получалось, потому что, допустим, они организовывали систему, когда уже основали музей, управление музеем по американскому принципу, по принципу действия американских музеев, как там каталогизация устроена и так далее. Ну, то есть, вот первый шаг организовали общество, организовали журнал, причем ему пришлось быть издателем, поскольку типографы еще не умели набирать шрифт, он стоял у печатного станка и набирал этот французский язык. И, таким образом, первые шаги общества были сделаны. Они, конечно, наметили себе программу изменения этого города и так далее, но главное было заявить о себе не только в мире и не только в научных обществах, но нужно было получить, наконец, эту государственную поддержку, потому что их жизнь была, жизнь общества была связана с членскими взносами. Ну, и, в общем-то, все общественные организации в 19 веке, я думаю, сейчас то же самое, начинается с того, что не-не-не, мы будем существовать только за счет своих взносов. А потом, как только организация становится крепче, говорит, ну как, ну надо какую-то поддержку, нужно субсидии. И вот так же было в 19 веке, и, наконец, они не знают, как заявить о себе. Даже, чтобы получить субсидию, им нужно быть обществом, которое существует при институте или университете научном. А у нас институт или университет вообще еще только в 14-м, потом в 20-м году открывается, поэтому это сложно. И тогда происходит следующий момент. Тогда они решают, общество решает воспользоваться прекрасной возможностью, что железная дорога соединила Екатеринбург и Тюмей, то есть Европа наконец по-настоящему встретилась с Азией, и нужно тогда провести в городе не просто что-нибудь, а скажем так, по примеру всемирных выставок провести собственную выставку, в которой бы Сибирь встретилась по-настоящему с Европой. И вот появилась идея Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. И под это дело удалось так сказать достучаться до Романовых. Они стали почетными покровителями общества и впервые благодаря общественной организации специально в Екатеринбург приехали как раз представители дома Романовых. Но это удивительный момент, потому что на самом деле приезжали с проверками или там Александр первый путешествовал по Уралу так сказать один день тут провел, а тут люди специально планируют визит и действительно Михаил Николаевич и Сергей Михайлович приезжают и встречают. И тут почему я хотела вот это уже здание самого музея но почему я хотела показать горожан. Тут получилось так, что как только проклюнулось это УАЛИ другим это стало примером, что оказывается все это возможно. И они стали еще более активными и как раз в этот момент городским головой был избран Илья Семанов при котором как раз осуществляется высочайший визит который заставляет домовладельцев вымостить улицы перед своими домами Чернецкий то же самое сделал в 98 году когда обязал всех покрасить фасады в дню города то есть все эти практики они время от времени осуществляются ну и вот здесь вот эта прекрасная история Уральская Сибиро-Уральская научно-промышленная выставка вот это то, что мы сейчас имеем в качестве исторического сквера это промзона которую превратили в город-сад то есть это к тому что сейчас идет вот эта реконструкция можно посмотреть какие идеи отсюда позаимствовать часть корпусов которые сохранились были использованы для павильонов выставки это дом Семанова в который как раз приехала приехали великие князья здесь среди запланировано было очень долго они организовали эту выставку железная дорога уже начала действовать они еще через два года только это все допилили но тем не менее у нас действительно такого масштабного события не было потом никогда выставка работала полгода на ней жили и люди которых народа Урала там Манси еще кто-то ну в общем короче говоря интерактив был полнейший можно было и кумыса выпить и как говорится посмотреть как они собачек воспитывают и так далее вот это редкие такие моменты потому что редко этот павильон сельскохозяйственный показывают то есть ВДНХ было у нас первое ну не первое конечно в разных регионах что-то было тут еще интересный был момент выставку они придумали это же нужно было тоже достучаться до всего бизнеса который бы пошел на это ну и вот здесь как раз семья Клера который тут успешно женился родил еще детей которые потом тоже меняли Уралы в частности Уралмаш его сын Модест рассчитывал сколько выпьет Уралмаш воды и так далее ну и как складывались финансы то что нас всегда волнует это были три категории это были действительные члены почетные члены члены-корреспонденты действительные члены должны были вносить определенную сумму которая оговаривалась в течение года кто вносил сразу 40 рублей того от взносов освобождали потом были почетные естественные заслуги за какие-то и они уже ничего не должны были вносить и члены-корреспонденты у них тоже они частично только вносили, но сразу же поняли, что невозможно на это существовать, но чтобы комплексные исследования вести. Ну и дальше просто тоже хотелось поперемежать лицами горожан, это встреча барона Дебая, французского исследователя на нашем вокзале, и тут многих мы можем назвать по именам, в том числе и Миславский. Я хочу сказать, что Клер реально был такой вездесущий. Недавно нам удалось выяснить, что когда Николай II ехал, он не проехал через наш город, но он проезжал по южной ветке в свое путешествие кругосветное, и Клер с Миславским сорвались и подарили записки у Али, у наследнику. Не Николай II, а Цесаревич тоже. Ну Цесаревич еще, да, конечно, еще. Но само по себе они все время держали руку на пульсе, чтобы об обществе никто не забывал. Есть шанс, они быстренько им пользовались. Ну и тут уже некоторые вещи, которые развивала у Али люди. Вот я просто буквально по направлениям. Первое, что было им интересно, это метеорология и фенология. Здесь речь идет о том, что действительно для нашего, ну для всего, для промышленности, для обычных каких-то вещей необходимо было понять, что там с климатом. Они взбодрили деятельность лабораторий, обсерватории нашей, и там этим занимались. Геология, минерология, палеонтология. Здесь, благодаря тому, что была вот эта вот точка у Али, куда можно было волочь все, что непонятное, и мы получили второй в Европе, первый в России, скелет широкоругого Алини. Потому что так бы он сгорел на спичечной фабрике Логинова. Его тащили перерабатывать на фосфор. И кто-то, ну там есть несколько версий, есть версия, как всегда, романтическая, когда до Волокли, до Уале, Клер, там у него чуть сердечный приступ не случился, что такая красота реально у нас в России. Сейчас только в Екатеринбурге и в Рязани такие страны, ну и в Рязани такие скелеты есть, а еще один в Исландии. География, охрана природы, они одними из первых этим занялись. И здесь, мое любимое, что Клер, наконец, обозначил, где нашему городу быть. Здесь у них получилось так, что очень часто широта и долгота, которые измерялись, они были связаны с каким-то конкретным зданием. Ну как и в принципе у нас, снесли здание, исчез знак. И здесь тоже так было. Клер вместе с товарищами сказал, давайте мы поставим столб, который точно обозначит широту и долготу нахождения Екатеринбурга. Получили согласие городской думы, что Уале будет этот столб охранять, и, по-моему, даже какую-то дотацию, ну чтобы точно за ним следить. Он был на нынешней улице Малышева, недалеко от большего костела, от площади, ну вот этого. Сейчас он у нас в музее хранится. Ботаника, зоология. Оказалось, что никто до них не занимался, и не было вот этого комплексного исследования. Статистика, медицина, поскольку в принципе это было соединение талантов разных людей. Я бы могла пожонглировать фамилиями, но если они меня, конечно, вдохновляют, то для вас нужно с конкретными примерами. Вот про столб, я думаю, вы запомните. А что касается археологии, конечно, самый яркий пример – это Шигирский идол. Но если бы не было Уале, мы бы просто тоже… Это Шигирский идол или бы был продан скупщикам древностей. Для меня было удивлением, но это действительно так. По Уралу и по Сибири ездили скупщики древностей из Европы, из Америки и так далее. То есть они скупали иконы, сарафаны. То есть 150 лет назад всё было так же, как и сейчас, как в 20 веке и так далее. И вот археология – это так. Музей Уале – это тоже очень такая больная тема, потому что, несмотря на все их такие положения в обществе и так далее, на самом деле первые комнаты получили в старом здании. Это здание, тем не менее, оно было подпёрто этими… Это уже последние слова, которые я хочу сказать, что была большая человеческая проблема. Несмотря на то, что общественная организация была бешено, нужна городу, все были, занимали высокие положения, те, кто ходили, входили в советы и так далее, наш город не получил главного корпуса объединения всех знаний, то есть музея. Но, правда, тут история такая, что вместо здания музея мы получили здание оперного театра. Поэтому здесь, как говорится, эмоции выиграли в науке, но второго уже не было. Наверное, это уже всё. Но я хотела ещё сказать, что самое главное, что страшное случилось у Уале и с музеем, то, что музей в 1925 году оказался отчуждён от тех практик, которые вело в Уале. Потому что уральское общество любителей естествознания было важно не как какая-нибудь кость мамонта или какой-нибудь минерал. Оно важно было как как раз живой организм. Эти изучают, как щупальцы распространили по Уралу. Кто-то сидит в центре, всё это подгребает, изучает, выдаёт свет уже синтез. Когда отсекли общество от пчеловодов до рыбоведов, оказалось, что вот эта мёртвая история, которую стали, я имею в виду, собранные эти экспонаты, которые стали использовать для идеологических нужд. Несколько было порывов что-то перевернуть, но они окончательно были подавлены в момент репрессии, когда все краеведческие общества по всей России постепенно, ну, в общем-то, и в этой среде, которая, казалось бы, что же там вражеского, но, к сожалению, там тоже были процессы против краеведов. Екатеринбург не был исключением, хотя последний вот такой вот всплеск, когда и желание изучать, и коммуницировать было очень большое. Это было начало 20-х годов, когда состоялся первый съезд краеведов. На этом моя сумбурная, но, надеюсь, эмоциональная речь закончена. И я жду, если появились какие-то вопросы, я всегда готова прокомментировать, приходите в наш музей и хотя бы посмотрите на то, что собрано членами УАЛЕ, все в основном на Ленина 69. Большое спасибо. У меня вопрос, да? Что же ими двигало? То есть тщеславие, либо желание получить какие-то дотации, ну, там, подзаработать, да, либо продвигать свои интересы? То есть, ну, что-то вы все равно... Мне кажется, ну, то есть, конечно, это примерно как с хорошо перегнанным самогоном, когда уже многое что входит, но после перегонки, то есть в нашей памяти, они немножко такие бы романтики-романтики, которые хотели изменить мир в том месте, в котором они находятся. Но главным образом, как мне кажется, поскольку денег они за это не получали, ну, у кого-то какие-то амбиции были, даже не то, чтобы прославиться, а чтобы какой-то след после себя оставить. В основном, мне кажется, это была тема борьбы с вот этой провинциальной тоской, которая здесь, безусловно, была. Потому что если мы с вами посмотрим, я говорю, что вот специально хотела показать контрасты, контрасты, большая часть людей — это были люди, ну, то есть людей, может, и много жило, но элита общалась была очень и очень небольшой. В основном, до появления научных обществ, каких-то, которые приносили обществу некую пользу и удовлетворение самим участникам, главная история была — это карта и пьянка, и просто город встал от этого и захотел сделать хоть что-то, чтобы, ну, может быть, вот остаться в истории. А вот члены у Али, они же жили не только в столице? Нет, они жили по всему Уралу, и вот главная, конечно, история была, чтобы их всех объединить, и тут вот как раз, допустим, какой-нибудь там аптекарь Гельм живёт, он на этом заводе, ему пообщаться не с кем и так далее, и он начинает собирать растения, собирает великолепную коллекцию. А кому её предъявить, показать и так далее? Ну, когда появилось такое общество людей, связанных интересами, это примерно так же, как действительно появляется какой-нибудь, так сказать, ончак, выявляющий определённые социальные слои, когда у нас 6 лет назад Ельцин-центр появился, вдруг внезапно оказалось, что у нас есть хипстеры какие-то в городе, люди, которые нестандартно одеваются, им некуда было прийти до этого времени. Ну, и я говорю, что они действительно были очень важны именно тем, что могли активировать вот эти силы, которые, ну, людям было элементарно, как мне кажется, скучно, и им нужен был смысл жизни их. Меня зовут Лена. Вот. Я сегодня расскажу, да, про хоробинцев, про свердловских хоробинцев, кто они, что они, как они здесь оказались. Я буду рассказывать про три семьи. Это три разные судьбы. У всех у них был свой путь в Китай, в русский хоробин, путь обратно из русского хоробина на Урал, в Свердловск, и в итоге у них и финал их жизни тоже будет разный. Вот. А хочу сказать вначале, кто такие хоробинцы? Это люди, которые определенную часть своей жизни работали и жили на КВЖД, на Китайской восточной железной дороге, в русском хоробине. Потом были вынуждены в связи с изменением политической обстановки в самом Китае и в СССР вернутся на родину. Мой первый герой – это Виктор Иванович Баландин. Он, в принципе, нам интересен тем, что он как раз коренной екатеринбуржец. Он родился в Екатеринбурге 30 декабря 1908 года. Это фотографии, сделанные во время его уже жизни в Китае. А можем дальше еще приключить. Это его китайский вид на жительство, который выдавался русским, которые в 1930-е годы отказались принимать как советское гражданство, так и китайское гражданство. То есть у них вот такие были виды на жительство. Можно еще дальше. Вот. Этот документ ценен тем, что здесь написано место рождения Виктора Ивановича, город Екатеринбург. Ну, написано также, что он работал в Китае пушняком. Это я расскажу. Жил в городе Харбинь, улица Имская, дом 62. То есть, в принципе, очень много до окончательного исхода русских Искры Пина очень многие улицы назывались тоже по-русски, в принципе. Вот. Можно? Да? Как бы дальше? Да. Это его мама. Вообще, он родился в Екатеринбурге в семье Баландино Екатерины Ивановны у нее была своя швейная мастерская в городе. И дальше. И вот его папа, Баландин Иван Андреевич. Он работал приказчиком в магазине Второго. Можно дальше? Ага. Вот. Вот сам магазин. То есть, в принципе, сейчас это перестроенное здание находится в самом центре на улице Вайнера. Здание сгорело. Было перестроено в 30-м году под Драм-театр. Потом Драм-театр уехал, здание снова горело. И теперь это перестроенный торговый центр Успенский. Так вот, когда стали строить китайско-восточную железную дорогу в конце 19-го века и основали город Харбин как административный центр, туда стали очень сильно приглашать российских специалистов на стройку, инженеров, железнодорожников. Но и, помимо прочего, туда пришел капитал. И, в принципе, работать в Китае в то время было очень престижно. Жизнь рядового российского инженера и железнодорожника в Российской империи и в Китае очень сильно отличалась. В Китае платили больше. И приходит бизнес, приходит капитал, и в Китае, в Харабине открывается очень большой торговый дом купца Ивана Яковлевича Чупина и компании. Торговый дом просуществовал в Китае аж до 1953 года в разных там видах. И в 1953 году уже был полностью, скажем так, ну, как бы просто передан в Китай. Вот. И в торговый дом Чупина приглашается отец Виктора, приказчик из магазина «Фторова» в 1913 году. И он, в принципе, туда уезжает. Екатерина Ивановна планировала поехать с ним в Китай следом. Ей нужно было решить дела в мастерской. Но здесь начинается Первая мировая война и семья, в принципе, оказывается разделена. То есть мать и сын остаются в Екатеринбурге. Отец в это время он уже был в Харабине, был мобилизован и служил в Чике. После того, как произошла революция в 1917 году, Екатерина Ивановна с сыном все еще пытаются выехать в Китай. И ей это удается. Она в 1919 году уходит с белыми войсками из города. И в 1919 году семья Баландиных воссоединяется в Харбине. Вот как раз это Харбин, это здание, это и есть торговый дом Чурина. А вообще, в принципе, капитал этого предприятия составлял на момент начала Первой мировой войны 35 миллионов рублей. Несколько тысяч человек работали, имели свое производство, всякое разное. И галантерей, и пищевые продукты делали. Ну, в принципе, вообще, то есть работать на этом предприятии было очень и очень престижно. То есть, в принципе, если отца Виктора туда пригласили работать, это говорило о его очень большом таком, как бы, профессиональном статусе. Пожалуйста, вот как раз это тоже их реклама в Харбине. Ну, туда плохо видно. Вот. То есть имели, ну, в принципе, они не только в Харбине имели, имели в Шанхае, где тоже было очень большое русское население. В Корее у них было несколько магазинов, но это все, конечно, до 1941 года. Это вот интерьер внутри магазина. Папа Виктора работал управляющим в отделе готового женского платья в Харбине. То есть, в принципе, семья жила не бедно. Они, почти все русские, российские люди попадали на территорию Харбина через железнодорожную станцию Маньчжурия. То есть, это был такой самый большой пропускной пункт. Ну, о том, какое, как сказать, сколько там народу было, проходило через эту станцию, говорит то, что на станции Маньчжурия было аж три православных церкви. Одновременно работали. Это станция? Ну и дальше. Вот. А Виктор учится в Харбинском коммерческом училище. Это фотография, как там ведут занятия в 1920-е годы, китайский язык. Он заканчивает коммерческое училище. Потом он так и вот тоже этот выпуск училища. И он получает специальность бухгалтер. Дальше. Вот. Ну, это вот как раз станет в Китае, этого учебного заведения. Потом он поступает в политехнический Харбинский институт. Это современный вид здания. И, проучившись там четыре года, понимает, что он не инженер, а неожиданно для себя открывает, что он очень хотел бы работать с мехом. В Китае идет большой экспорт меха. И он на самом деле связывает свою жизнь. И, в принципе, до 1945 года, с 1935-го он будет работать пушником. И, в принципе, будет неплохим пушником, то есть, таким менеджером по закупу именно меха определять. То есть, в нескольких фирмах, в том числе, там будут и совместные уже потом фирмы, и японские, и китайские. То есть, вот. Это тоже как раз одна из улиц Харбина. То есть, как город выглядел, русский Харбин, московская улица, во время жизни там четверть города были русскоязычные. То есть, в принципе, считается, что в Харбин пришли русские после гражданской войны. Но, на самом деле, нет. То есть, первая волна заселения Хары Харбина, это все-таки до революции. Виктор Иванович в 1930-е годы, а вообще, в 1924-м году в Харбине был организован Союз русских мушкетеров под эгидой князя императорской крови Никиты Александрович Романова. Он был такой ярым манархист, родной племянник Николая II, внук Александра III, сын родной сестры Николая II Ксении Александровны. И вот под эгидой был открыт такой Союз русских мушкетеров. По сути, это скаутское движение, стройотряд, как хотите называйте, просто собрание молодых людей, где они в том числе занимались спортом, изучали русскую историю, культуру. Их обучали военному делу. И впоследствии это, конечно, сыграет в жизни Виктора Ивановича участие в этом союзе довольно-таки плохую роль. Но пока все хорошо. Да, это удостоверение выдано в 1945 году, последний год существования государства Манжгоу Виктору Ивановичу, что как раз он состоит на службе на пушном складе. Вот его паспорт. Да, это можно остановить. А судьба у всех русских в Китае, в Маджуре, в Харбине будет разной. Вот семья Баландиных, она там будет жить, по крайней мере, относительно спокойно, до 1945 года. В 1935 году они примут этот вид на жительство эмигрантский. И Виктор Иванович там женится, русская женщина, родится сын Герман. В 1945 году, когда после того, как советская армия входит в Маджурию в связи с войной с Японией, после окончания Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, в Маджурии начинают происходить аресты на людей, в том числе, которые были или происхождение дворянского, или вот они на самом деле в молодости служили в каких-то монархических кружках, союзах. И Виктор Иванович вспомнит, что он был членом союза русских мушкетеров. Он будет арестован в 1945 году, в конце года, в Харбине, и этапирован в Тавдлаг МВД, то есть на Урал, в город Тавду. Ему будет предъявлено обвинение, в принципе, он скажет, да, я был членом этого союза, чтобы было правдой, и это будет признано как пособничество антикоммунистическим монархическим организациям, он будет осужден по статье 58 пункт 4 УК РСФСР, 10 лет лагерей. Единственное, что мне удалось дальше проследить судьбу его родных, это то, что уже в 50-е годы все-таки его родители, его супруга и сын вынуждены будут покинуть Китай, и они будут жить на территории Казахстана. Вот, и они добьются реабилитации Виктора, но судьба самого Виктора, скорее всего, он погиб в лагере, то есть, потому что, в принципе, прошло не так много времени после его осуждения, и если родители уже добивались пересмотра дела, то, скорее всего, его уже в живых не было. Вот, а это как раз картинка, это как русское население Харпина в конце 1940-х, в начале 1950-х в связи с приходом в Китай к власти Мао Цзэдуна, покидает Китай, в принципе, русских Харпин он перестает существовать. Это фотография, это вторая семья Свердловских Харпинцев, это Абрам Борисович Субатовский, сейчас очень много в этом году говорят про семью Субатовского и Малиновской, вот, я тоже хочу рассказать. Он в Свердловске жил не так много, с 1935-го по 1937-й и был дирижером театра мускомедии. Фотография сделана, как видите, еще в Харпине. А родился он в 1909-м году в Красноярске в большой, очень еврейской зажиточной семье. Вот, как раз его семья бежит от революции. А в 18-м году, также во время Гражданской войны, его отец, у него был свой завод сока и сиропа, газ воды в Красноярске, очень большая семья, сыновей пятеро, две дочери, и они принимают решение все уйти в Китай, и все вот они уходят. То есть, два сына, правда, из Китая переезжают в Америку, на самом деле, там действительно многие люди уехали в Америку, а именно на Гавайи. Был еще такой большой исход из Китая на Гавайи. Вот, а остальная семья остается в Харпине, в том числе, вот и наш герой тоже. Да, вот здесь плохая фотография. Это его супруга Малиновская Татьяна Петровна, а у нее маленько другая была история ее попадания в Китай. Она дочь белого офицера, ее папа был очень такого большого звания офицерского, служил в царской армии, у него брат тоже служил в царской армии, вообще, она родом, она сама родилась в Херсоне, но ее родители родом из Прибалтики. Естественно, после революции в такой семье находиться в СССР было опасно, и они, и ее отец, мать и брат уезжают в Китай, она остается в СССР, она актриса, балерина. И как она сама потом рассказывала, в 20-е годы ей с работой было тяжело, не хватало денег, граница была более-менее прозрачная, и она просто перешла к границу с Китаем, как она говорила, я была молодая, меня влекли приключения, мне хотелось заработать денег. Границу она перешла нелегально, что впоследствии в ее жизни сыграет очень плохую роль. Вот, в принципе, она достигла Харбина, это не было в то время очень сложно, и нашла там себе работу, стала работать балериной, весьма успешно, познакомилась с будущим мужем, и они в Харбине поженились. в 1935 году Советский Союз отдает, тогда уже Маньчжури была оккупирована японским войсками, уже было такое государство Маньчжгоу, и они отдают полностью правление КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги, новому правительству, и тогда очень сильно ухудшается жизнь русского населения, то есть с одной стороны их притесняют и китайцы, и японцы, с другой стороны вроде бы им говорят, что в СССР очень хорошая жизнь, идет пропаганда, что очень много строительства, работы, заработка, и очень большой исход идет русского населения в 1935 году в СССР выехало 25 тысяч. В основном они все приезжали в Москву и в Ленинград, а уже оттутова люди получали грубо говоря, ну такие направления на работу в городах, где требовались их профессии были востребованы. И вот как раз Малиновская и Субатовская их отправляют из Ленинграда в наш театр музыкальной комедии, который не так давно открылся. То есть вот в этом здании на проспекте Ленина, еще здание не реконструирован, фасад, они начинают с 1935 года работать. Давайте решим. Вот, да, жили они на улице, сейчас это получается Ленина 54 дробь 5, корпус, который ближе ко мне. Когда просто дом сдавался, очень многие квартиры там получил оперный театр. И дом вообще в народе до войны, до 41-го года очень часто называли актерский дом. Ну там, в принципе, жила, скажем так, что ли, элита искусства нашего города. Помимо актеров, там еще жили, в частности, первый директор Дворца Пионеров, и работники просто музыканты. И вот они в этом доме тут тоже получили квартиру и, в принципе, жили два года. Вот, но это вот как раз тоже Харабинов в 1935 год, вот каким он был. То есть видно, что есть еще русские вывески, когда его покинула большая часть населения. Да, там тоже были свои музыкальные театры, хоры, выступления. То есть все это было очень сильно востребовано русскими, поэтому все это существовало. В принципе, по воспоминаниям Субботовского и Малиновской, в Харбине они жили безбедно. Если бы вот не изменение отношения к русским, нового правительства, и, грубо говоря, то, что КВЖД была, в принципе, продана, естественно, новое правительство стало с КВЖД вытеснять русских, а посты занимали японцы и китайцы, а жизнь русских хорбинцев, она была связана с КВЖД напрямую. Им пришлось покинуть, а так, в принципе, они, конечно, жалели об этом. Вот как раз тоже фотография, как уплывают русские хорбинцы с Китая в Советский Союз. Вот, да, Малиновская, ее фотография. Судьба вообще хорбинцев и свердловских, и вообще тех, которые вернулись в СССР в 1937 году была очень печальна. 20 сентября выходит приказ засекреченный об операции по аресту почти всех хорбинцев, то есть было указано число 25 тысяч. Их обвинили, естественно, в шпионаже в пользу Японии. И уже 1 октября начались аресты, и 2 октября супруги были арестованы в один день, Малиновской, Суббатовской, они были арестованы в один день. Трагедия, наверное, еще их семьи в том, что накануне к ним приехала из Ленинграда в гости пожилая мама Абрама Борисовича, Берта Борисовна. Под законом того времени вы находиться в городе не могли, нужна была оформить разрешение и прописку. То есть Берта Борисовна успевает сдать паспорт, здесь арестовывают ее и детей. Детей, значит, из квартиры на Ленина выселяют, опечатывают вместе со всеми вещами. И Берта Борисовна остается без паспорта, без денег, в незнакомом городе совершенно одна. Вообще, ее подвиг как матери в том, что она два года умудрилась продержаться в Свердловске, жила она, кстати, на улице потом Кузнечина, ну, видимо, снимала где-то просто кореньку места, и она добивалась, ну, пыталась узнать судьбу сына и невестки, ходила в НКВД, добивалась, и она, в частности, писала такие вещи, что ее дети, естественно, из Храбина привезли хорошие вещи, вещи, которых не было в Свердловске, это было понятно. Там было и радио, и патефон, и какие-то наряды Малиновской, и все эти вещи были из запечатанной квартиры, переданы на склад театра Музкомедия. Вообще, их должны были охранять, потому что, ну, собственно говоря, дело-то еще и велось, и людей могли отпустить и вернуть все. И вот она пишет, что я прихожу в театр, а в вещах моего сына, моей невестки просто ходят чужие люди, и все эти вещи уже растасканы по квартире. Ну, то есть, вот такая вот история. Абрама Борисовича и Татьяну Петровну их расстреляют, им вынесут высшую меру наказания. Вот, Берта Борисовна об этом узнает спустя только 20 лет, и ей действительно в 1939 году возвратят те вещи, которые были, вроде как, ее, и она уедет в город Ленинград, и только вот в 1957 году, уже будучи глубоко пожилым человеком, она получит извещение о смерти своих родных. Вообще, в семье Суботовских было 9 человек, которые вернулись из Харбина, и только трое из них доживут до 1941 года. А дядя Малиновский, тоже белый офицер, он будет расстрелян в Гатчине в 1941 году, а ее отец, брат и сестра, они будут жить в Харбине до конца 40-х, и уже, получается, с третьей волной репатриации только переедут в СССР. Вот это тоже Суботовский, молодой в Китае, его фотография. Это, получается, сквер имени Чайковского напротив музыкальной комедии 30-е годы, каким его видели и Татьяна, и ее супруг. Да, это вот справка из дела, очень такая, трогательная, 23 октября, 37-й год, что Суботовский Абрам в камере через окно переговаривался за женой во время прогулки и кричал, чтобы держалась и, то есть, не подписывал, не подписалась к заявлению о признании, сам о себе ничего не говорит. То есть, пройдет буквально 6 дней, Татьяна будет расстреляна, а Суботовский будет расстрелян чуть позже. Третья семья. Вообще, Харбинцы, Свердловские Харбинцы, наверное, большинство все-таки этих людей, это были две профессии, это были артисты и музыканты и железнодорожники, понятно, которые приехали с КВЖД, при том, все начинают с мальчиков, заканчивая инженерами-путейцами, то есть, и специалисты, и рабочие. Вот, поэтому у меня рассказ про третью семью, она тоже артистическая. Этот дом на улице Тургенева, 18, он сейчас выглядит немного по-другому, но, в принципе, он сохранился. В этом доме долгое время, с 1920-го по конец 1950-х, жила семья Андреевых. В семье было изначально пять девочек у мамы, вот, и двое из них стали артистками нашего театра балета Валентины и Лидии Андреевой. К сожалению, у меня их фотографии до сих пор не удается нигде найти, может быть, когда-нибудь я их найду. Вот, судьба этой семьи. Они, во-первых, к нам и в Екатеринбург приехали, ну, то есть, они не местные. В 1920-м году их мама с маленькими пятью девочками бежит от голода, который в Петрограде в результате гражданской войны к нам в Екатеринбург и каким-то образом поселяется в этом доме. Вообще, то есть, она работает прачкой и воспитывает детей. Муж у нее погиб во время Первой мировой войны. И вот, две ее дочери заканчивают балетную студию при театре оперы и балета и становятся балеринами и весьма, в принципе, успешными, если верить по рецензиям и программкам 30-х годов. Во время ареста Лидии и Валентина дают очень хорошие показания, такие большие, объемные, о своей жизни в Китае. И, в принципе, это служит очень ценным источником вообще, как сказать, нравов артистических тоже того времени, скажем так. Они говорят о том, что во время НЭПа в 1920-е годы артистов на периферии не было принято работать, если ты, конечно, не какая-то прима или прямо солист, а не было принято работать в одном театре. То есть, в принципе, люди очень легко их приглашали в антерпризы, они ездили, переезжали. То есть, не обязательно, что ты поступил в один театр и там, ты самой пенсии служишь. И вот они также работали в Новосибирск, ездили в Томск. И поскольку на КВЖД жило очень много русского населения, туда, я сейчас скажу очень грубое слово, но это было принято, ездить чёсом. То есть, деньги на КВЖД водились, официально делалось приглашение вперёд НЭПа, ещё не так всё было закрыто, и собиралась просто антреприза. И действительно, то есть, сестёр Андреевых пригласили официально, у них были оформлены визы в Москве, то есть, они как раз официально всё это было, они с двухгодичной рабочей визы выехали в Харбин, и с Харбин они уже проехали полностью всю Японию, выступали в Шанхае, и вот они тоже оставили очень интересные воспоминания, насколько была разительна жизнь на самом деле в Китае и в Харбине. Как они говорили, что когда они попали в Китай, они поняли, что не так всё хорошо, потому что, допустим, русское население там уже, его уже начинали притеснять, уже люди уезжали обратно в СССР, кто мог, ну или, как я говорила, уже двигались дальше в сторону США, ну в Корею ещё выезжали, в Японию, вот всё-таки, наверное, большой был исход в США из Китая дальше. Они уже притеснялись, то есть, допустим, вот отец Малиновский, будучи белым офицером, в Китае только смог устроиться работать расклещиком объявлений, то есть такая вот была как бы разница у людей, то есть никто не мог как бы работать по специальности, по своей, дореволюционной, вот, и, к сожалению, русским артистам было отношение как к проституткам, то есть, потому что они говорили, что в принципе русские женщины, ну, продавались, то есть был такой рынок, то есть они с этим столкнулись, очень были этим шокированы, то есть у них были разные из-за этого неприятные истории, и как они в принципе говорили, что да, денег платили много, но, вот, то есть были вот такие вещи. В принципе, еще что они интересно говорили, они говорили о том, что уже тогда, ну, скажем так, то есть было такое отличие у хорбинских актрис, то есть они сами должны были себе обеспечивать наряды, сами там грим, то есть в принципе, то есть весь их двухгодичный гонорар за рубежом ушел в принципе на то, что они просто поддерживали там свой внешний вид. но еще они очень интересно рассказывали о том, что в принципе, что как раз вот так действительно сохранился дореволюционный уклад, что в один, в одну из Пасху православную, то есть жители знали, что они русские актрисы, им действительно принесли подарки и мотивировали это тем, что вы находитесь вдали от родины, у вас большой праздник сегодня, мы вам вот сделали приятное, как сами вспоминали сестры, они не знали, как на это реагировать. Вроде и не принять, они боялись обидеть, но им очень настоятельно рекомендовали ни с кем не общаться, ничего не принимать, вот, ну, то есть вот так вот. Вот, в принципе, то есть они два года провели вот за рубежом и тоже в 32-м году они вернулись в СССР и снова поступили работать в театр оперы и балета. В то время в театре уже огромное количество работает не только актеров, но также художники, декораторы, музыканты, осветители, те люди, которые выехали из Харбина, именно харбинцы, то есть у них на самом деле в городе складывается вот такое сообщество актеров и деятелей искусства, которые были в Китае, они все, во-первых, друг друга знают, поскольку, в принципе, они ездили по одним и тем же городам, работали в одних и тех же театрах, кабаре, казино, он-то, ну, в интерпризах, город Харбин и Шанхай, в принципе, были основными такими местами работы. И вот они, они еще, во-первых, живут-то все как бы рядом, они ходят друг к другу, играют в маджонг, тогда, кстати, появилась игра в маджонг, но еще вот такая прям настоящая, играют в бридж, играют в карточную игру «Девятый вал», и соседи по коммуналкам очень сильно от этого напрягаются, и пишут разные всякие вещи в НКВД, что странные люди собираются, играют непонятно во что, а в основном, ведь еще очень много людей, которые получили дореволюционное образование, они владеют иностранными языками в совершенстве, и если они не хотят, чтобы соседи понимали, о чем они говорят, вспоминая жизнь в Харбине, они приходят на иностранный язык. Вот это все, то есть с одной стороны, на самом деле, была уникальная, как бы такая вот, что ли, ну, субкультура вот эта вот Харбинская, во-вторых, они же привезли, на самом деле, очень много диковинных вещей, нарядов, то есть, когда читаешь документы протокола конфискации имущества, ты понимаешь, что у людей действительно были очень интересные вещи, то есть там где-то ширмочка китайская, где-то еще что-то, это все, конечно, вызывало и любопытство, и зависть, как бы местных. Вот, это как раз 30-е годы театр оперы и балета. Это вот, по-моему, Шанхай, так он выглядит, в принципе, очень европейский город в конце 30-х. Ну, это вот как раз одна из той же труп, где работали Андреевы, ну, такая плохая очень фотография этой призы, тут уже русский хор выступает. Ну, это вот, прямо русский театр был в Шанхае отдельно с 31-го по 36-й год, то есть люди туда приглашались, это все было очень востребовано, в принципе, Андреевы говорили на самом деле, что и японцы тоже ходили во время гастролей, очень любили русский театр. Это же Харбин, еще раз Харбин. Ну, это да, это вот газета 1937-й год, которая вышла в Харбине, то есть такой очень год черный для очень многих выходцев из русского Харбина. по приезду Свердловска, одна из сестер Андреевых, Ли, она имела еще такую неосторожность, помимо того, что она два года была в Китае, в Японии, в Корее, она имела неосторожность посетить вечеринку иностранцев, которая проходила вот в этом доме, сейчас, по-моему, улица Вайнера 1, Урицкого 3, мне кажется, дом металлотрест, металлотрест, по ее воспоминаниям, на Тургенево 18 жила ее подруга, Ася, которая была переводчицей на всех вот этих стройках, и у самой Аси был роман с одним из специалистов из-за рубежа, и он ее пригласил и говорит, ну, как обычно, переводи подружку, у нас, как бы, она прям так и написала, у нас дансинг-вечеринка, мы будем слушать зарубежные пластинки, у нас есть, значит, проигрыватели, будем танцевать фокстрот. Естественно, ну, девушка молодая, пошла артистка, тем более, интересно, и вот она говорила, что да, в двух квартирах этого дома проживали иностранные специалисты, одна семейная пара в одной квартире, а в другой два просто мужчины холостых, и в одной, то есть, в квартире было застолье весело, в второй не поднялись и стали там, значит, танцевать и проводить веселое время, но, естественно, как она сказала, сегденаз был еще описал быстро в здании, который, в принципе, напротив. Это было все в 1934-1935 году, но в 1937-1938 году, когда арестуют Андреева, им все это очень быстро вспомнят. Вот. ЗК Андреева Лидия Ивановна, то есть, это вот справка, отбывающая, да, наказание все в Урал-Лаге. Обоих сестер арестуют в 1937 году, Лидию и Валентину, там будет буквально разница, по-моему, пять месяцев в их аресте. Ну, им предъявят, естественно, обвинение в шпионаже, в связи с иностранцами. Они ни в чем не признаются, каждый из них дадут 10 лет. И вот одну из них отправят всех в Урал-Лаг. А другую отправят в Урал-Лаг. Это филиал, ну, как сказать, не филиал, а отделение знаменитого Лжира, Модинского лагеря жен изменников родины в Казахстане. Вот. И одна из женщин, очень много будет писать, по-моему, Валентина, очень много будет писать жалоб на имя Берии уже, и она будет описывать, что она, будучи артисткой, солисткой театра оперы и балета, работает теперь тем, что чистит картошку в лагере. Вот. Вот как раз, да, Лидия Ивановна пишет товарищу Берию, ее жалоба. А двум сестрам Андреевым несказанно просто повезет, на самом деле. То есть в советской истории будет такой период, когда наркомом будет назначен Лаврентий Павлович Берий, до начала войны, до июня 41-го года будет очень маленький, короткий срок, но когда действительно репрессии пойдут, ну, не то что на спад, они будут чуть-чуть замедлены, и людей начнут выпускать, ну, очень, очень, как бы, многих. И Лидию, и Валентину, им действительно они добиваются пересмотра дела, передопрашиваются, их коллеги из театра. Кстати, самое интересное, что одно из них вменяли в обвинение, что она сожгла всю музыкальную библиотеку театра оперного, другая хотела поджечь прямо просто театр сам. Вот как раз справка была дана в 30, по-моему, не помню, в 30-м, нет, нет, в 38-м год, что за период с 30-го года в Нотной библиотеке Средовского театра оперы и балета пожара не было, а также и загораний, ну, в связи вот с пересмотром дела. Они будут отпущены на свободу и Лидия Ивановна даже восстановится в театре с 3-го января 41-го года, снова будет танцевать во время Великой Отечественной войны, она проездит со всеми артистическими бригадами, будет выступать в прифронтовой зоне, в госпиталях, вот, то есть, в принципе, ну, на фоне, наверное, двух других историй их судьба сложится более благополучно. Одна из них потом очень долгое время и сестер Андреев будет преподавать в танцевальный кружок, я не знаю, как правильно называть, в лес, в лесхосах институте. Вот. Все? А, по-моему, больше ничего нет, да? Ну, да, то, что вот она снова принята. Все? Спасибо. Да, довольно печальный рассказ. Есть какие-то вопросы? Да, но мы можем перейти к вопросам. Я понимаю, что... Я, можно, задав такой вопрос. Я правильно понимаю, что основным источником исследования были, видимо, архив НКВД, ДИЛАИ. Ну, да, основные, наверное, архивно-следственные дела плюс ну, плюс дела в ГАСО и какие-то... Ну, в принципе, есть книги еще про русский Харбин. И, допустим, люди, которые дают показания в протоколах, то есть ты читаешь, сравниваешь свои информации по книгам, по другим исследованиям русского Харбина, совпадают имена, действия. Потому что, на самом деле, в Харбине, ну, по-моему, в 1.32 год ну, чуть больше 100 тысяч было русских, то есть все равно это была очень маленькая какая-то группа, ну, грубо говоря, группа, все друг друга знали. В Шанхае там было еще чуть меньше, там все-таки были ограничения. В Харбине они свободно говорили по-русски, а в Шанхае было по-другому. Там нужно было учить язык, и туда ездили не так сильно. Я имею в виду, что можно ли как-то, ну, как бы, в рамках, например, нашего исследования все-таки обнаружить какой-то вот менее грустный, может быть, след. То есть, те люди, которые остальные играли в маджонг, разговаривали на иностранном языке, жили в коммуналках, настраивали танцы. Ну, у меня просто есть надежда, что, может быть, не все они были арестованы, и, как бы, они оставались в городе и что-то делали. Или это прямо была вообще такая тотальная история? Нет, ну, арестованы, конечно, были все-таки не все, но большинство. Что было хорошего? Ну, многие дела успели все-таки пересмотреть, люди действительно потом продолжали и вспоминали свою жизнь в Китае. Все равно они что-то, наверное, привнесли этому городу, я так думаю. Вот, кто-то играл. В других потом в городах уезжали люди, там продолжали свою деятельность. Вот, но я думаю, что это какое-то было все равно такое сообщество, которое, ну, я думаю, что оно в любом случае повлияло на те места работы, где они работали, по крайней мере, до 41-го года. Это отозначено, потому что в 41-м году уже, наверное, были другие эвакуированы, уже другая какая-то была история. Другой, новый. Ну, да, какой-то. Новая волна. Есть ли какие-то вопросы? Да. Мне как раз вот интересно по персоналиям, ну, здесь выделена определенная часть и как раз продолжение Полининой реплики. Речь идет, в частности, о Георгии Борисовиче Зайцеве. Он из каких хорбинцев был, если это личность известная? Да, конечно. Ну, я думаю, что известно, поэтому я так сразу. Он как бы послевоенный или довоенный? Хороший вопрос. Я знаю, что он, по-моему, в гормах учился, потому что ему не разрешали как раз поступать из этой своей истории с Хорбином, сколько я, по-моему, знаю. Но мне почему-то кажется, что, слушайте, я не буду вам сейчас врать, честно скажу. Ну, на моей памяти три важных хорбинца было, которые сильно изменили. на моей памяти три важных хорбинца для Екатеринбурга были, которые изменили действительно ход жизни многих людей. Это Зайцев. Это вторую фамилию я не знаю, просто знаю, что человек работал учителем английского языка в одной из наших языковых школ. И поскольку проработал там чуть ли не до 90 лет, и там, потому что его уже такие сморщенные ученики все еще ходили и его там поздравляли. Ну, это тоже можно выяснить. И, наконец, Вера Борисовна Городилина, но она, правда, немножко с не с Екатеринбургом, с Аллопайском все же связана, вот, три. И, насколько я понимаю, в 90-е, как раз вот в самом конце 90-х у них образовалось какое-то неосообщество хорбинцев. поскольку когда строили тут же в храме, ой, в монастыре на Ганиной Яме один из храмов в форме пагоды, там был вот этот отсыл, что и тогда, ну, я не помню в персонале, но тогда вот как раз они такие, мы хорбинцы, мы там из прошлого, это точно было, а уже конкретные люди, но Зайцев довольно вскоре уже после этого умер, поэтому про Зайцева говорить не буду, а так, это даже не столько вопрос, сколько реплика, но плюс выход на то, что известно ли может быть об этом сообществе, которое в 90-е, начале 2000-х годов объявляло себя хорбинцами. Мне, к сожалению, нет, я все больше проприцатый. но это просто о том, что они как-то всплыли и успели, ну, Вера Борисовна, она просто для тех, кто может быть знает, может быть не знает, там тоже какая-то непонятная биография, она после войны то ли по собственной инициативе, ну, что им нельзя было минус 100 городов селиться, выбрала Алапаевск, то ли это было обусловлено тем, что там, ну, попала в Алапаевск, была учителем музыки, и очень часто они еще иностранные языки преподавали, она, по-моему, еще язык вела, и ее в местный театр художников не взяли, потому что неформатный рисунок, а преподавали ей как раз в Карбинской школе очень много этих рисунков осталось, и, опять же, тема скупки провинциальной, и вот этой нереализованного своего потенциала привело к тому, что она заинтересовалась судьбой Чайковского, этот аспект весь раскрутила, буквально чуть ли не в днях восстановила, чем они там в Алапаевске занимались, основала музей Чайковского, основала музей музыкальных инструментов, и, в общем, таким образом Харбин, который был в ее детстве таким зарядом помог нам на Урале, а Георгий Борисович, это, конечно, для очень многих был человеком, во-первых, связанных с темой свободы, он же, ну и он всегда любил, да, он всегда любил какие-то эпатажные истории, связанные с, в том числе он же был консультантом, что является порнографией, что нет, но кроме того, что любимое задание для своих студентов разрезать картину на пазлы, вытаскиваешь фрагмент, и ты должен определить, что это за художник, и рассказать обо всем, то есть такие нестандартные методы, которые выходили далеко за пределы ну такого стандартного, а ну а для нас, для краеведения, он интересен был тем, что действительно повернулся на краеведение, на романовской тематике, и одним из первых записал цикл передач «Фриват Екатеринбург», когда впервые в 90-е годы, по-моему, это был 41-й канал, была как-то актуализирована история Екатеринбурга со всякими байками, прибаутками, он первый рассказал про какой-нибудь там козла Ваську и так далее, и так далее. Зайца. А сколько вы были лет? вы тоже сразу верили. Ну ему, нет, я и говорю, поэтому я не говорю, что он в 30-е годы, он, может, послевоенный товарищ был, но ему сколько ему могло быть? Нью-Йорк, и Борисович, что-то? Не помню. Ну, то есть, короче говоря, не то, что он там этот 100-летний старец, нет он, за 70, наверное, был. Просто очень важно такую сверклую историю. Да, вот Полин, из хорошего, ко мне буквально месяц назад в музей истории Екатеринбурга подошел мужчина, пожилой, очень такой прям, он отличается на самом деле от коренных мужчин, и он сказал, что он сын, он в маленьком возрасте с семьей, вот они репатриировались, но уже после войны, уже прям самый-самый конец 40-х годов, то есть, ну вот сколько ему, ему получается сейчас где-то за 80 уже, вот, и они жили, я так поняла, что не в Свердловске изначально, вот, он подошел, тоже сказал, что вот он из этой семьи, то есть, в принципе, потомки-то этих людей до сих пор живут, но на самом деле, если есть как бы их группа, то это здорово, потому что можно, наверное, много что узнать, если они есть. Да, я просто хотела прокомментировать, что да, тут есть несколько, несколько вариантов, это могут быть те специалисты, которые достигли какого-то успеха или что-то там смогли сделать в Российской империи, уехали в Харабин, потом вернулись, это могут быть люди, которые родились в Харабине, например, выучились, получили какое-то образование и приехали в Советский Союз, это могли быть люди, которые в совершенно маленьком возрасте выехали из Китая, но при этом их родители, ну то есть, у них какой-то вот этот вот иной заряд, да, был, поэтому, в общем, это, мне кажется, очень интересно, надо изучить это сообщество и больше и больше про него рассказывать, потому что мне тоже кажется, что это такая важная история и для города, и для страны, что вот это все перемещение людей, эмиграция, репатриация, она происходит. Я тогда, да, еще вопрос? Да, у меня, наверное, такой общий вопрос, на который Татьяна может частично ответить, вот, просто основная линия рассказа, она была, как бы такая частная, про жизнь конкретных людей, но вот был один момент по поводу вот этих вечеринок с иностранцами, и я подумал, действительно, а было ли какое-то сообщество людей, которые сюда приехали работать, специалистов, ну, не говоря о католиках, евреях и татарах, да, про которых уже тоже был, да, про которых был семинар, а именно специалисты, которые приехали работать, там, в Советском Союзе были, или какие-то общественные организации этих людей, и можно ли, как бы, найти какие-то следы, как они повлияли, действительно, на город сейчас, и оставили что-то после себя, кроме, да, дела. у меня опять будет печальный ответ, то есть, кто смог, тот выехал, или их просто выслали, вот на моей памяти только известна такая семья, где действительно женщина немка, она не приняла подданство СССР, здесь она вышла замуж за немца, который был с Поволжья, то есть с гражданством СССР, у них родилась дочь, то есть, казалось бы, она могла остаться, кстати, она работала в библиотеке Белинска в отделе иностранных книг, но, к сожалению, ее выслали с ребенком, мне не продлили, как бы, вид на жительство в 1936 году, все такая, ну, как бы, у меня, наверное, какие-то частные большие истории. Я могу ответить на этот вопрос вообще, как бы, тут нужно сказать, отвлекаясь, что наш семинар немножечко сейчас заходит в такой идеологический вопрос, потому что, с одной стороны, очень интересно изучать какие-то сообщества, с другой стороны, хочется все равно оставаться на теме солидарности, и вот, все время, как бы, хочется именно видеть, что это именно были солидаризировавшиеся люди, которые, ну, типа, не просто были объединены тем, что они иностранные специалисты, а еще каким-то образом. У нас, безусловно, в городе было большое поле иностранных специалистов, это были американцы, немцы, австрийцы, про них очень много есть музея Ролмаш, и про них вообще-то я планировала тоже сделать один из семинаров, но вот мне очень хочется перед этим найти какие-то вот, тоже точки о том, что они были не просто, ну, объединены, как бы, в единую массу для всех местных, что это какие-то иностранцы, а что они внутри себя тоже ощущали себя кем-то, и как-то вот объединялись. Но Ромаша был клуб иностранных специалистов, точно, что еще было в городе, нам предстоит выяснить на следующих семинарах. В январе уже. Да, они уже будут в январе. Про Зайцева могу только, ну, уже успела открыть, родился в 29-м году в китайском Карбине, в 47-м окончил французскую школу Сан-Громир в Шанхае, ну, и вот потом, после военного, тогда я благодарю всех за ваше сегодняшнее присутствие. Пожалуйста, да, оставайтесь на связи, мы надеемся, что перед Новым годом мы какие-то предварительные результаты начнем публиковать, и мы открыты всем дополнением, комментариям, рекомендациям, на что еще нам нужно обратить внимание, потому что пул сообществ в истории города мы бы очень хотели собрать к весне. Все, большое спасибо! Спасибо!